Открытая баскетбольная площадка ФОКО «Юбилейный» – излюбленное место молодежи. На протяжении пяти лет она была бесплатной. Однако с недавних пор все изменилось. Месяца полтора, даже два назад ее просто закрыли. Сначала табличек никаких не было, потом повесили, что вообще запрещается проникать на нее. И платная она станет там час, стоит рублей 500. Выяснить, почему площадку закрыли и на чем основывается далеко не детский тариф, местным баскетболистам так и не удалось. А их требования вернуть бесплатный проход проигнорировали как в администрации ФОКО, так и в региональном отделении Молодой гвардии «Единой России». Единственным послаблением стали так называемые социальные часы в утреннее и обеденное время, когда играть в баскетбол проблематично. А мы днем работаем. Когда солнце бьет, никто даже ходить не сможет. Для кого вот эти вот часы сделали? Единственный возможный способ играть на площадке бесплатно – игнорировать новые правила и перелазить через забор. Однако такой подход для баскетболистов часто заканчивался встречей с полицейскими, которых вызывали охранники. Так продолжалось до тех пор, пока проблема не привлекла внимание общественности, после чего площадку немедленно открыли. Сегодня позвонили руководству и, в общем, дали команду ее открыть. И вот в данный момент она открыта и, ну, бесплатных услуг. А известно, до какого времени такое будет? Пока ничего мне не сообщили. Сказали открыть и все, и не закрывать. По словам руководителя ФОКО, инициатива сделать площадку платной принадлежит мэрии, а точнее управлению паспорту. Официальный комментарий администрация не дала, но в телефонном разговоре нам уточнили, что сбор средств был необходим для содержания баскетбольной площадки. Серьезно? По-моему, сетки вешали мы. Здесь всего работает один фонарик. Площадка, как бы, она никем даже не контролируется. Поэтому чего не содержать хотели, непонятно. Юлия Нестеренко, Валерия Рудь, Открытый канал. Редактор субтитров А.Семкин